следующий вопрос или липсуга аля тагара то есть является ли обусловленным одевать чулму на чистую голову в таком смысле то есть мы знаем то что например протирание носков так ты не имеешь права протирать носки если ты одел эти носки не на тагаратные ноги так или нет то есть не на те ноги которые ты прежде этого помыл то есть в первом воду до этого воду который ты брал ты их помыл на следующий и потом одел носки в следующий раз ты уже можешь обтирать на этой носки так вот вопрос что касается чулмы является ли обусловленным чтобы ты эту чулму тоже одел после вуду в первый раз так и второй раз когда ты протираешь чулму так что у тебя чулма одета на чистую голову на тагаратную голову такой сервис такой то есть есть ли такое условие относительно чулмы так же как в такое условие есть относительно стоп а на шоками феннел говорит имама шоками на лаутар а на обу саур сказал обу саур на ям и на юмсаху аля ла имаму аль химар и ла ман и ла ман лабиса а ла тахара то есть не имеет права обтирать на чулму и на химар химар это что плоток то есть та же это ремонт из аг Court Sle кроме как тому который одел ее к чулму на чистую голову проводя аналогию на носке а другие ученые не поставили такого условия что это говорит Шелкане Шелкане все те что ученые сказали что необязательно одевать чулму на тахаратную голову и не проводят аналогию к чулму на носке и один Абоксов рассказал что это является условием halabisaan условия. И это также мнение Загиритов. Как это понять? Какое мнение Загиритов? Условие или неусловие? Слова шавука не закончились, теперь Мухаммад Хитам говорит «уаза ховля Загиритов». И это также мнение Загиритов. Неправильное мнение то, что не является условием одевать ума на чистую голову, чтобы было разрешено ее протирать. Вот разрешил Ибн Хазан к Мухалла. И это то мнение, которое выбрал Ибн Хазан в Мухалла. А Ибн Хазан что у нас? Загирит. Так или нет? Один из ученых Загирит в Мухалла. Говорит Вакаль и сказал Ибн Хазан в Мухалла страницу 2-2 или фун 2-2. «Аль-Киясу Батль» «Кияс говорит ложь». Так мы с этим бы не согласны. Так и здесь никакой причины, которая бы объединяла челну, плоток и носки. Так или нет? То есть, например, если мы скажем «разрешено пить вино или нет?» Скажем «нет». Так, потому что это опьянения. Теперь скажем «разрешено ли пить пиво или вип?» Тоже нет. Почему? Потому что между ними есть одна причина, та, которая их обедняет, это опьянение, так, и то, и то приводит к опьянению. А здесь, говорит, никакой причины нет, чтобы обедняло между шелмой и между носками, так, поэтому, говорит, эта аналогия здесь не является правильной. И, говорит, все, что пришло от пророка, саламу, это что он, это контекст о том, что он сделал условия обтирания на носки, чтобы они были одеты на чистые книги. И ничего не сказал, относительно этого, про челну или про сквозь. Так или нет? То есть не сказал же пророк, что он не протирается на челну, кроме как, если она одета на чистую голову. Аллах про него сказал, что мы не послали тебя для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им неиспосло. То есть Аллах дал ему задачу разъяснить людям то, что не сослал Аллах. Аллах этого запонял или нет? Протирать на чему? Ну, запонял. Пророк объяснил нам какие-то другие условия протирать на чему? Не объяснил. Соответственно, говорит, что раз он не объяснил, значит нет никаких условий. И так же у Амакана Раббу Канасия. Тоже Аллах сказал, если бы Господь не был забывчив, так или не является забывчивым. То есть Аллах не забыл про это, так? Если бы это был условием, то Аллах не сослал бы это либо в Коране, либо в хадисах Пророка Ибн Хазм очень часто использует эти два аята. Все, на что не пришел контекст, даже если на это есть саят, то есть можно привести саят, а контекста нет. Он говорит, нет, саят говорит, неправильно. Если бы здесь, как называется, вторая вещь тоже была под этим фокумом, как и первая, так, на которой мы проявили саят, то Аллах бы это бы тоже не спасал, тоже пересекнул Москву. Потому что твой Господь не забывает, потому что Аллах не сказал Пророку разъяснить людям то, что им было после. Раз Пророк не разъяснил про вторую вещь. Значит, она, что меня обуславливает и тогда. Понятно ли? То есть это, как вы знаете, экспедляли этими аятами и всегда правильно. То есть если прият правильный, да, прият, допустим, действительно можно провести прият с каких-то вопросов, то эти аяты здесь не годятся, как экспедлят, так или нет, так долго. Говорит, если бы было обязательно относительно челмы и плотка, чтобы они были одеты на чистую голову, для того, чтобы можно было их протирать, что пророк непременно разъяснил бы это, так же, как он и разъяснил это относительно на слуху. Спасибо. Спасибо.